Я бы хотела Лёшу представить, потому что о себе он всегда очень скромно рассказывает. Сегодня я уже не раз упоминала сеть чайных мой чай. Она всероссийская, одна из самых глобальных. И это люди, которые в России, если не самые серьезные по отношению к чаю, именно к грамотному отношению к чаю китайскому и к чаю травяному, то как минимум в первой пятерке, скажем так. И, насколько я знаю, в наших кругах они именно первые. Огромное количество работы регулярно проводят и в плане китайского чая, и в плане травяного. И это самый грамотный специалист, который у нас сейчас есть, который занимается популяризацией трав. Поэтому... Я сейчас покраснею. Мало того, что здесь столько прекрасных дам... И все спустились вокруг тебя. Да, я даже на стул сел специально, чтобы не стоять. Вот, поэтому лет через пять вы сможете рассказывать, что я составляла сбор с чабрисом, который у меня сам Великов порезал. Поэтому примерно вот так. И если я могу рассказать про, например, прям научную часть, связанную с химсоставом, с лечебным применением и со всем остальным, то с наиболее частым применением трав, когда мы их пьем для удовольствия и оздоровления, может рассказать именно Леша. Потому что я занимаюсь конечным процессом доставки трав человеку, а Леша занимается доставкой трав в принципе. То есть, как собирать, как создавать купажи, как ферментировать. И сегодня он обещал поделиться как раз информацией о том, как вы можете применить это на практике. И все собрались вокруг него с... Со стаканчиками. Вот, поэтому я передаю слово. Спасибо тебе большое. Тебе тоже спасибо. Когда ты рассказывал про лечебный сбор, мне тоже было кое-что дополнить тебе. Именно по вкусу, по вкусовой составляющей, как мешать. И как раз я сейчас попробую рассказать свое дополнение. Сделаем микс. Да, да, я думаю, что это будет очень дополним. Ну и мы еще будем в процессе дегустировать постоянно травы и чай. Поэтому прошу, чтобы нам не задерживалось. Вот, мы будем передавать чайник. Или целиком чайник, или можно вот маленькие чайнички разливать, чтобы вы уже между собой разливали. Наверное, так будет удобнее. Мы обычно так делали. Да, два чайничка освободите, и мы их вот так будем, да, разливать. Который имеет некий такой успокоительный эффект. Но здесь интересно, просто я вам хотел показать, что здесь он состоит полностью из ферментированных трав. И я уже рассказал вам. И малина, и ванчай, и яблоко, вишня. Много трав, все ферментированы. Ну и, соответственно, при ферментации травы, как я еще раз замечу, теряют свои сильные, активные свойства лечебные. И их можно пить уже в большем количестве. Вот, что мы сделали здесь с таволгой? Мы ее слегка подферментировали, и она уже не так рубит. То есть, она стала больше как питанием, нежели лекарством. Поэтому вот здесь вы можете ферментацию взять на вооружение. Именно для того, чтобы делать такие напитки себе, именно как напиток. Вообще, у нас вся такая идея, затея, что наш чай, он состоит из дикорастущих растений. В первую очередь, это все дикоросы. У нас очень много растений в России, а чай из них достаточно однотипный. Ну, травяной чай для всех, как бы, обычно выглядит он в представлении для обычного человека. Травяной чай – это что-то вот там из ромашки, из того, ну, из каких-то трав, которые собраны бородатым дяденькой. Я же хочу показать это немножко с современной стороны, с новых граней. И поскольку у нас есть опыт работы с чаем, с китайским, мы стали обрабатывать российские травы так, как обрабатывают в Китае китайский чай. И вот я вам сейчас покажу, вот, можете передавать по кругу. Это обычный лист яблони. Мы просто, сейчас мы с него начнем, вы можете и пить. Вот, он приготовлен методом ферментации. То есть в Китае я вот смогу сказать, что растение, камелия синенсис, китайский чай, он, у него всего несколько видов. Но из него, видите, делают сотни, сотни разного вида чая. Вы, наверное, знаете, что и белый чай, и зеленый, и красный, это все с одного куста. Просто он обработан по-разному. Вот так же мы начали обрабатывать по-разному травы. Для того, чтобы добиться из них абсолютно разного вкуса, разного воздействия. Возможно даже употреблять травы, которые так нельзя было выпить, а теперь после обработки их можно. Вот. И зачем мы делаем, еще раз, цели полагания обработки трав? Во-первых, есть, как с грибами, знаете, есть условные ядовитые грибы, которые вот так нельзя кушать, а если их сварить, слить воду и потом, ну, грубо говоря, обработать, то они становятся съедобными. Как вы все знаете, химический состав растения нестабильный, он постоянно изменяется. И вот так вот при помощи ферментации мы меняем химический состав. Первая цель ферментации – это сделать из-за не очень съедобное что-то более съедобное. Вторая цель ферментации – это сделать, изменить вкус, добавить. Добавить дополнительного вкуса и послевкусия, потому что химический состав можно очень интересным образом изменить. При ферментации мы теряем активные соединения в травах, и они становятся уже не такими лечебными, не несут лечебное свойство, а больше как становятся пищевым продуктом, становятся легче усваиваемыми для организма. Вот Яна как раз до меня подметила, что делали исследования и проводили опыты на таволге сухой и таволге, которая прошла ферментацию. Так вот, таволга, которая прошла ферментацию, в ней активных веществ стало меньше. То есть, так вообще мы сейчас будем пить чай с таволгой, и его обычно, когда мы пьем, начинают всех в сон клонить. Ну, так, она реально седативная. Но после обработки таволга она так сильно не действует, она становится еще более мягкой. Лист яблони мы сделали отдельно, потому что я просто вам хотел показать, как можно изменить вкус растения. Обычно я травяные вот эти эксперименты с ферментацией, я делаю из них какие-то купажи, смеси. И как вот Яна рассказывала, что она делала купажи для пользы, и некоторые правила рассказала, как это сделать, я вам расскажу некоторые правила, как я вижу, для того, чтобы сделать травяной сбор вкусным. Не только обработка, но и при смеси, как сделать так, чтобы он был вкусный, очень просто. Вот попробуйте на аромат. Это иван-чай, который закоптили. В целом мы взяли, не открываем Америку, мы просто посмотрели на то, как китайцы обрабатывают чай, и стали делать нечто похожее с травами. Вот, например, в Фудзяне есть такой чай, Сяо Джун, копченый чай. Его коптят на сердцевине сосны. И мы попробовали, почему бы нам тоже не закоптить чай, так, ну, как травы, как коптят чай. Вот, получилось так, очень интересно. Притом мы используем не сосну, а щепу фруктовых деревьев, потому что мне кажется, что это гораздо интереснее. Наверное, у китайцев просто их в таком количестве нет. Еще отдельно замечу про чайную культуру. Насколько я очень приближен к этому, в России, как я вижу, чайная культура появилась не так-то уж и давно. Я не говорю про современную Россию, а вообще про царскую и прочее. Лет 250-300 назад. Сначала, конечно, мы пили китайский чай. После того, как произошла революция советская, мы стали пить индийский чай. Вот. А в Китае чай пили очень давно, веками, как это и есть. Но этот чай был очень простой. А изысканные сорта чая, вот как, например, габа, про который сегодня я упоминал, это появилось не так давно, это лет 30 назад всего-то. А тигуанин, известный такой чай, он появился, первый улун, наверное, даже. Он появился всего лишь в 19 веке. До этого было все гораздо проще. И сейчас, благодаря Сергею, который работает над нашей компанией больше всех, он ее основатель, он делает примерно то же самое, что я, а я тоже, что он, только я делал на травах, а он на чая. Он производителям закидывает идеи, как сделать какие-то новые рецепты. И вот сейчас у нас, например, появился чай габа шу пуэр. То есть это не габа улун, это шу пуэр, который приготовили методом вакуумной ферментации, ферментация под давлением. И мы это то же самое сейчас делаем и на травах. В целом, с травами и с чаем ситуация похожа. Когда заварка опустится вниз, вы тоже показали, что чай уже как бы готов. Если она будет плавать, это еще не факт, что он готов. Травы гораздо медленнее завариваются. Еще несколько вам советов дам сразу. Вы, наверное, их знаете, но я на всякий случай скажу, что чай, который, что травяной, что китайский, который заварили, и он стоит 3 часа, 4 часа, ночь стоит, его же потом пить нельзя. Максимум 3 часа он постоял, и все. Потому что там даже, вот даже меньше, вот эта бензиновая пленка, которая образовывается на верху чая, это уже вредная штука, это токсины. Поэтому надо пить только свежезаваренный чай. Это с травмом тоже относится, особенно к травмам, которые много эфирных масел содержат. Но есть еще другой способ приготовления, это чай, который заварился в холодной воде. Сейчас он набирает популярность, это cold brew. И начали так делать еще на Тайване, с улунами, с дорогими, классными. Потому что, когда жарко, хочется прохладного напитка. И именно заваренный в холодной воде чай, прямо вообще в комнатную температуру воду вы закидываете травы и оставляете на ночь в теплом месте. Тогда получается максимальная польза и максимально интересный вкус. Потому что, как вы знаете, активные вещества, они распадаются при большой температуре, при сильных воздействиях, вот витамин С, например, при 60 градусах. И когда это стоит всю ночь в прохладной воде, это гораздо эффективней, полезней и вкуснее. Вот вам советую, всем попробую. Здесь, к сожалению, я обычно, когда делаю дегустацию, оставляю чайник с травяным сбором на ночь в этом помещении. Потом прихожу, и мы сравниваем с заваренной холодной водой и заваренной кипятком. И я вам всем советую так сделать хотя бы раз. В целом, хорошо пить травяной сбор еще с утра. Но если с утра хочется теплого выпить, а не холодного, то можно просто добавить кипятком. Это будет очень интересный вкус. Он очень ароматный. Более тонкие вещества выходят за ночь, за долгое время. Ну и в целом, еще момент, который многие упускают, заваривать второй раз, заварку второй раз, можно не позже, чем через 2-3 часа. Потому что она тоже сильно окисляется быстро. И это важный момент. Потому что бывает, что там забыли на ночь, а потом опять кипятка налили, так делать нельзя. Так это тоже будет больше вреда, чем пользы. Так уж принято, что травяные сборы, это принято называть травяным сбором и листья, и стебли, и цветы, и корни, и грибы. И все попало, все называют травами, травяным сбором. Поэтому и готовятся они тоже немножко по-разному. Соответственно, вы смотрите, насколько сырье грубое, насколько оно сильно обработано. И так и завариваете его. Например, самые свежие, просто высушенные листья и цветы нужно заваривать максимально нежно. То есть цветы завариваете не кипятком, а температурой 80-90 градусов. Если сырье ферментировано, вот как это, его можно заваривать кипятком. А если там содержатся побеги, веточки, фрукты и ягоды, то его нужно заваривать уже в термосе или варить, если нет времени. Вообще, такой обычай у нас, что ли, что если мы пьем чай, то мы хотим его вот сразу взять и пить. С травами интереснее, если вы готовите их чуть-чуть заранее. Когда, как, например, с cold brew, тогда будет больше пользы и эффекта. Я вам очень советую попробовать так сделать. И завариваю... Кидайте где-то из расчета 10 грамм на литр и оставляйте на ночь. И все. Потом с утра пьете. И еще с утра организм более восприимчив. И вам будет легче понять, какая трава, как вы на нее реагируете. Потому что натощак с утра вообще отлично. Можно играть с дозировками, с пропорциями. Также и при смеси. Вот сейчас я буду мешать лист груши. Он у нас сделан тоже необычным методом влажного скирдования. Это как один из видов ферментации. Так делают шу-пуэр. Называется влажная куча. Ну и, конечно, про ферментацию я сейчас вам расскажу, чтобы вы что-нибудь сами попробовали заферментировать. Вот. И я сейчас буду мешать этот чай, эту грушу с белым чаем. Я буду, да, я буду делать... Она не так не сильно пахнет, но хочу, чтобы вы посмотрели. Это груша, которая 30 дней лежала в влажной куче. Перед тем, как ее положить в эту кучу, ее сначала паром обдали, горячим паром, чтобы убить споры плесени, которые там содержатся. Потому что это самый главный враг для ферментатора. Это плесень. Стоит опасаться именно ее в первую очередь, потому что зачастую она растет быстрее, чем трава сохнет. Это очень интересный процесс. Ну, интересно, но жалко, короче, потому что выкидывать приходится все. Если вы увидите даже маленькую плесень где-то, вам придется весь, всю кучу все выбрасывать, потому что она уже будет непригодная, токсичная. Вся плесень, кроме одной, к которой мы вернемся позже, она токсична. Даже плесень на сыре, она тоже имеет токсины, микотоксины, грибные токсины, ну, которые как раз с помощью травяного чая мы можем избавляться от них, потому что травы зачастую очень хороший антиоксидант. Конечно, вот ускорится процесс тогда, когда посуда более теплоемкая. Сами понимаете, вот сюда мы налили кипяток, он пока мы переливали, а потом еще чайник токсины, и здесь уже вода, конечно, не 100 градусов, она уже гораздо меньше. Вот, и при воздействии воды и чая происходит разный результат. Если вода остывает медленно, здесь она остывает быстрее, а если медленно остывает, то тогда заваривается лучше. И вот я советую травяные сборы заваривать в теплоемкой посуде. Не обязательно в термосе, чтобы хорошо, чтобы доступ кислорода был, но обычно, помните, в России такие бывают бабы на чайнике такие надевают, или просто обматывать можно полотенцем, или чем-нибудь, чтобы тепло сохранялось дольше. Но вообще процесс происходит так, что сначала высвобождаются более тонкие вещества, в процессе настаивания долгом высвобождаются более тяжелые вещества, а это может быть, например, тонинные дубильные вещества, они уходят чуть попозже. Вы можете играться с посудой и с температурой постоянно, если можно продлить температуру, используя теплую посуду, и наливать не кипяток, а просто сразу наливайте теплую воду, но зато посуда у вас теплоемкая, так заваривается вкуснее, зачастую, тоже смотря от того, что вы завариваете. Так, ну давайте, чтобы не скучали, давайте уже начнем его пить. А вот сейчас, смотрите, я смешиваю лист груши с белым чаем Шоумей. Шоумей еще называют брови Будды, чай, который дает долголетие. Просто почему я так решил умешать? Потому что здесь и лист груши, и этот чай, они завариваются с одинаковой температурой воды в одинаковой посуде гармонично хорошо. То есть, да, да, можно было я сразу смешать, я уже заговорился. С магией. А? А, понял. Вот, и для того, чтобы они хорошо заварились, я их мешаю. Но, если я, допустим, захотел бы смешать белый чай, который заваривается не горячей водой с каким-нибудь корнем солодки, то у меня, понимаете, не получится. Нужно при смеси учитывать, чтобы это все заваривалось в одной посуде. То есть, мы, конечно, можем варить и добавлять, как шаманы, там, с какого-то... Если мы уже отваром солодки будем заваривать. Да, да, тогда это будет правильно, да, согласен, это будет правильно. Или можно варить его и в процессе варки добавлять какие-то ингредиенты. Но, как правило, люди заваривают сразу, и поэтому я вот что скажу. Например, с красным чаем все можно хорошо мешать, потому что заваривать кипятком. С белым чаем хорошо мешать цветы, а с какими-то ягодами и пуэром можно мешать... Вот ягоды, пуэр и корни можно их вместе мешать. Так, давайте... долго заваривается, но мы попробуем быстрее все сделать. Я просто кладу еще побольше заварки. Так, тоже можно играть со вкусом. Как, короче, дайте от слов к делу, короче, что-то я заговорился, как ферментировать и что ферментировать. Ферментация такой процесса, это, можно сказать, разложение, распад, растения. И у нас в России очень много слов, в английском языке их гораздо меньше. А у нас это и гниение, и силосование, и ферментация, и окисление, и... Ужасно. Ну да, да, лучше называть ферментация, конечно, да. Брожение, тоже можно, это все как бы, вот этот процесс. Мы, если, чтобы он звучал, не только звучал красиво, но и был красивым, мы должны его контролировать. Нужно вам набраться терпения, и... потому что, может быть, получаться очень много вещей, которые придется выкинуть. И лучше выкинуть. Можно сделать побольше, но разных. Вот первое, на что стоит обратить внимание, это температура, при которой проходит ферментация. Она должна быть невысокой. Потому что, если температура будет высокой, то в процессе будут участвовать больше бактерии. И в конце концов, есть еще такой термин, когда растение сгорело. Оно становится коричневым цветом. И оно уже теряет всю пользу, аромат, вкус. Оно просто как сено становится. Обычно как делается? Собирается растение, в первые два часа его нужно доставить в... вынуть из мешка, грубо говоря. И мешок должен быть с доступом кислорода. Иначе, если в мешке оно будет долго, больше, чем два часа, ну, зависит от температуры, от растения, то оно как раз-таки сгорит. Вы открываете мешок, а оно уже не зеленое, а такое какое-то жамково-коричневое. Вот. Это значит, что это сырье уже не годится. Сначала вы доставили, потом нужно положить это все сырье, разложить на поддоны, и чтобы там тоже был доступ кислорода. И иногда его нужно переворачивать. И в зависимости от растения и от климата, этот процесс завялки происходит в течение двух-шести часов. Растение должно стать эластичным. То есть, когда оно сырое, вы его сорвали, оно гибкое, такое, как бы, свежее, оно прямо как, если его начинать растирать, оно в кашицу превращается. Если его чуть-чуть пропустили момент, и оно начало уже подсыхать, то оно уже чик и ломаться начинает. Поэтому вот завялка сделана для того, чтобы сделать растение эластичным и после этого его скрутить на второй этап. И что с чаем, что с травмой, процесс завялки это, наверное, самый ответственный процесс, потому что чем правильнее вы выберете время, которое вам нужно крутить, тем вам получится его лучше скрутить. Иначе либо оно у вас превратится в кашу, либо оно у вас разломается из-за того, что сухое. После вы начинаете его скручивать, в целом вся затея скрутки состоит в том, чтобы вот здесь, видите, лист скрученный, чтобы надломать все его все его клеточки, и они выделили свой сок, который внутри клеток содержится. Для чего это сделано? Потому что это ферменты, они начинают в собственном соку, начинается процесс ферментации. И, соответственно, по моментам излома процесс идет. И если видите, как вы пили чай, вы даже можете заметить, там, тягуанини, вот, сейчас, скрученный шарик, он раскручивается, там, где излом, и вот, видно, что он был, он был там надломан, там пошел сок. И ферментация должна происходить желательно в поддонах, потому что, если мы кладем в бочку, то температура внутри начинает расти. Всегда при ферментации температура растет, потому что высвобождается энергия. И в центре начинает температура выше, чем по бокам. Обычно процесс ферментации занимает 42 часа. Но тоже зависит от растения, когда его собрали, какое оно. Ягоды и корни, они более влажные, чем травы, как правило, например, шиповник, даже, он часто где применяется. И они могут передать эту влажность на травы и паять плесень. Поэтому, если вы делаете травяной сбор с ягодами, вы должны его очень хорошо высушивать. Вместе с ягодой высушиваться должны прям вообще и никаких уже наборов влажности дополнительных не надо. Ягоды должны быть очень сухими. Ну, и по поводу того, как сделать сбор, чтобы он был вкусный, тоже расскажу. Не только про ферментацию, а уж сегодня про все тогда. Но я хотел дополнить, Яну, когда вы мешали сбору. Вот, как каждый, знаете, такое есть выражение, у каждой хозяйки свой борщ. То есть, вот, когда вы варите борщ, можно так очень грубо, я не буду стесняться, вот, очень грубо сравнить травяной часть с борщом. Вы что туда кладете в борщ? Побольше картошки, поменьше моркови, ну, там, туда-сюда, ну, каждая там по-своему, но специи вы кладете меньше всего. Специи вы не будете класть, как картошки, потому что невозможно будет пить. Также и с травами. Есть травы, которые вы можете взять за основу. Например, там, иван-чай, самая простая трава за основу ван-чай можете взять, и он как основа, как картошка в борще будет, понимаете, и он сильно вкус не перебьет. А вот, например, лаванды вы не можете много положить, процентов 5, иначе она вообще все перебьет, или чабреца, или смородины, это процентов 5 должно быть. То есть, вы, это как, знаете, как в борще чеснок, допустим, не надо переборщить, не надо переборщивать, то есть, вы, если понимаете, какой у вас там, какой вкус у какого растения, вы, соответственно, и мешаете так, чтобы получилось, чтобы они друг друга не забивали, чтобы получилось гармонично, как в борще. Но речь идет именно о вкусной чесноке. Да, да, да. Мы опираемся на функционал, мы смешиваем его, исходя из функционал. Все зависит от цели. Ну, ты тоже говоришь, что надо же вкусно, чтобы было. Ну, надо, конечно, совмещать желательно и так, и так. Это шу-пуэр. Это шу-пуэр, смешанные с чагой и саган-дайлёй. Это наш новый такой рецепт. Вот, кстати, вы, наверное, как, если слышали Яну внимательно, наверное, она на травокурсе говорила, что есть такое правило, что нельзя мешать адаптоген со стимуляторами. И не говорила, где-то я еще это слышал. Адаптогены со стимуляторами и адаптогены с шу-пуэр. Да, вот, вот, не стоит мешать. Здесь как раз они смешаны, но это такой популярный... Но это такой популярный рецепт, все его пьют, шу-пуэр, саган-дайлёй. Вы, наверное, ну, кто чай пьет, кто пьет, очень часто это использует. Все, как бы, говорится, как... Чай, пожалуйста, не бойся. Ну, все, как бы, как бы, губит количество, во-первых. Не надо его прям много пить. Но, почему я сказал, что здесь саган-дайлёй всего 5... 4-5 процентов. Остальное это шу-пуэр. Поэтому, если вы будете мешать там 50-50, то тогда это будет более грубое нарушение. А если смешать совсем чуть-чуть добавить, то это, я считаю, что это вполне даже нормально. А чага что даёт? А чага чуть-чуть земельный вкус даёт. С моей не хватает земельный? Ну, как бы, подчеркнуть, точно так же, как и с активными свойствами лекарственных растений, чтобы они друг друга дополняли, мы здесь также дополняем вкус. Ещё вот замечу, что, как в азиатской кухне, у повара есть возможность проявить все вкусы в одном блюде. Это кислый, сладкий, горький, вяжущий, ну, разве что солёный мы с трудом, но тоже можно и с трав какой, какие-то, наверное, есть солёные. То есть, в одном блюде мы можем наполнить его разными вкусами. И зачастую наше питание повседневное, оно достаточно скудное по вкусовым ощущениям и нам очень часто хочется потом чаю попить, чтобы вот именно такого горького, терпкого, вот вязкого, потому что в еде этого мало. И это уже такая тяга к чаю, зачастую, чтобы удовлетворить все рецепторы. И как раз в травяном сборе вы тоже сможете сделать все вкусы. Вы, допустим, понимаете, что какая травка у вас горькая. Горький вкус зачастую, кстати, очень востребованным именно в чае. У нас есть гости, которым нравится травяной сбор. Я сделал земное небо, там очень много цитрария. Он такой горький, я думаю, кому он понравится, так он всем нравится больше всего, потому что вот людям просто хочется горького вкуса. Ну, к слову, польза горечи, она стимулирует печень, и печень нам очень помогает для того, чтобы очистить организм. И для городских жителей горький, вяжущий, терпкий вкус необходим. Вот, поэтому мы можем получать его в чай, в травах. То есть, сочетать все вкусы. А чем вяжущий вкус полезен? Вяжущий? Ну, хотя бы он удовлетворяет нашу потребность, наши рецепторы, потому что в еде обычно мы очень мало его получаем. Просто удовлетворить аппетит, грубо говоря. Вот даже японская кухня, там вроде бы поклевал чуть-чуть, и вроде наелся. А так, может съесть целый тазик, и вроде не наелся. А почему? Потому что вкусовые рецепторы, рецепторы, ну, как бы получили удовлетворение, даже от малого количества, но они все попробовали, всего по чуть-чуть. Как раз травяные сборы, они, наверное, одно из таких немногих блюд, где можно в одном, в одном чайнике восполнить, показать все вкусы. И недостающие тоже. Поэтому по вкусовым ощущениям вы тоже можете, опираясь на них, составлять сбор. То есть вы можете, так как вот вы раскладывали на полезные свойства, вы можете разложить на вкусовые качества, кислое, горькое, и смешивать еще и так. Допустим, там если положите два горького и три сладкого и одно кислое, то будет как бы вот так. Ну, более... Понравится детям и мужикам. Ай! Это вот травяной сбор, который... Закатный ветер, который... ... Субтитры создавал DimaTorzok